К другим темам. В Тверской области продолжается формирование современной инфраструктуры для сбора и утилизации твердых коммунальных отходов. В 2021 году для муниципальных образований закупается 3500 новых контейнеров. Еженедельно партии емкостей для сбора мусора будут поставляться в районы Верхневолжья. 16 августа 100 единиц привезли в Вышний Волочок. Это вторая в этом году поставка контейнеров в город. Новые контейнеры устанавливаются на специально обустроенных площадках. Первыми точками в городе стали площадки на Ржевском тракте и Казанском проспекте. Как сообщила глава Вышневолодского городского округа Наталья Рощина, в прошлом году в муниципалитете создано 29 новых площадок для сбора мусора. Планируется обустроить еще 35. Всего же в округе насчитывается более 300 таких объектов. В связи с тем, что уже люди привыкают к этому, что это в порядке, что это нужно положить именно в контейнер, мы обязательно выдерживаем нормативные расстояния до мусорного контейнера, чтобы люди, которые платят деньги, чтобы они получали эту услугу качественно. В июне и в июле 2021 года в городской округ прибыла первая партия – 70 штук. Ожидается третья поставка контейнеров, что и позволит обновить их в полном объеме на всей территории муниципалитета. Сейчас у нас на контейнерных площадках происходит замена старых контейнеров металлических на пластиковые евроконтейнера объемом 1 куба с крышками для удобства, чтобы мусор не разлетался, не растаскивали животные, птицы. Контейнера эти более экологичны. Решением губернатора Игоря Руденя в Турской области объявлен запрет на ввоз мусора на территорию Верхневолжья. Это будет закреплено в региональном законодательстве, что позволит эффективно контролировать транспортировку отходов. Соответствующий законопроект разработан по инициативе главы региона совместно с экологами. Особый акцент в документе сделан на утилизации строительных отходов. У нас возникла система более четкой координации вывоза и утилизации строительных отходов. И сегодня для того, чтобы решить эту проблему, был расположен законопроект Турской области, который запрещает ввоз других субъектов строительного мусора, строительных отходов. В соответствии с законопроектом транспорт, который перевозит строительный мусор на территории региона, должен быть оборудован системой ГЛОНАСС, а все контракты на строительство должны сопровождаться договорами на вывоз и утилизацию строительных отходов. Контролировать соблюдение установленных правил поможет информационная система кадастр отходов, куда участники рынка будут обязаны вносить данные о своей деятельности, начиная с образования отходов до транспортировки их на объекты, включенные в территориальную схему ТКО и фиксации приема. До 1 миллиона рублей также будет увеличен штраф за невыполнение этих требований.